Новые автобусные остановки в районе памятника Славы должны были начать свою работу сегодня 20 декабря. Но многие водители автобусов игнорируют их, а пассажиры, простояв по 10-15 минут, вынуждены идти в привычное место. На остановке напротив Вечного Огня, где теперь должны забирать и высаживать пассажиров автобусы, идущие со стороны областной больницы, людей, желающих поехать в центр города, нет вообще. За 20 минут нашего наблюдения несколько раз транспорт останавливался и высаживал пассажиров. На остановке в сторону северного микрорайона, которая расположена на Хальзунова сразу за перекрестком этой улицы и Московского проспекта, люди транспорт ждут. Но автобусы в большинстве случаев проходят мимо. Пассажиры не выдерживают и отправляются на следующую остановку, которая находится в 200 метрах дальше. А вот водители троллейбусов останавливаются в обязательном порядке. На противоположной стороне, где теперь надо садиться на автобусы, идущие с северного микрорайона в центр, поймать маршрутку несложно. Просто здесь они стоят в пробке, которая тянется от самого птичьего рынка. Но все равно и здесь сесть не всегда получается. Вот он не остановился. Они вот видите, идут и не останавливают. И что такое? Вот они идут, и он же даже проходит мимо, так и не останавливается. Вот не пенсионеры вообще. Это будут бежать туда, бежать, сюда, бежать. Очень неудобно, очень неудобно. Я вот в пенсионерку, у меня нет возможности за маршрутку платить. Я садилась на остановке, у меня три автобуса желтеньких, и я на какой-нибудь из них садилась. А теперь вот туда пришла, нет остановки. Сюда пришла, нету. 14-й идет, я на него уже не успею. А там мне было три удобно. Вот это просто против людей, мне кажется, все настроено. Не в чью-то пользу, а просто против людей. На старой остановке, которая являлась камнем преткновения, ничего не изменилось. Пассажиров полно, стоят они между потоком машин и ограждением. Останавливаются все автобусы и троллейбусы. Рядом дежурят сотрудники муниципального бюджетного учреждения Центральная диспетчерская служба. Организация, которая призвана отслеживать работу общественного транспорта. Сейчас ведется разъяснительная работа пассажирам. То, что перенесли на остановки новые, что здесь не существует остановка. Также доводится до свидания водителей, чтобы они останавливались сейчас. На новых остановках предварительно первый день люди привыкли здесь, пока еще садятся. В конце концов, разрешаем чисто по-человечески. Водители и пассажиры, конечно, выслушивают то, что до них стараются донести сотрудники ЦДС. Но будет ли от таких бесед результат? Напомним, что для наведения порядка на остановке площадь заставы привлекали даже ГИБДД. Но не помогло. Водители после рейдов продолжают останавливаться не там, где положено, а там, где удобно и где есть пассажиры. Геннадий Ключников поясняет, что пока ГИБДД привлекать не планируется. Специалисты ЦДС надеются на понимание со стороны перевозчиков и водителей. Мы поговорили с одним из водителей автобуса маршрута номер 90. Мужчина считает, что изменить то, что складывалось десятилетиями, крайне сложно. Как вы относитесь к переносу этих остановок? Отвратительно. Вы считаете, что неправильно, да, организовано движение? Потому что и там люди стоят, и там. А нам же люди по-старому привыкли, на старых остановках они стоят. Там никого нет. Я потихоньку остановился. Никого. Они здесь стоят. Так что, убейте. Ну а если вы перестанете на этой остановке останавливаться, как вы думаете, люди туда пойдут? Без понятия. Без понятия. Без понятия.